Встреча с известным поэтом это всегда праздник. На классные встречи первых с активистами движения школ поселков Майский, Ударный, Октябрьский, Мичуринский и Кавказский пригласили поэта и журналиста Артура Мхце. Это проект, который проводит движение первых. Что такое классные встречи? Мы приглашаем в школу интересных людей, художников, поэтов, журналистов. Ребята хорошо знакомы с биографией и творчеством гостя. Артур Мхце – поэт, выросший в семье поэта. Его отец – классик абазинской литературы Керим Мхце, выпускник литературного института, который проявил сыну не только любовь к поэзии, но и умение работать над поэтическим текстом. Отец Артура – знаменитый абазинский литератор, публицист, народный поэт Карачева-Черкесии Керим Мхце, автор восьми сборников поэзии, многочисленных статей и очерков. 5 мая Кериму Мхце исполнилось бы 75 лет. Многие его произведения литературоведа оценивает как мировое достояние. Отец прививал любовь к тем же самым стихам, произведения Пушкина, Лермонта, все, что по школьной программе. Просто учил меня читать стихи с какими-то эмоциями, с чувствами. Не так, чтобы, допустим, просто наиграно, а чтобы человек прочувствовал. В школе поселка Майский Артур во второй раз. Впервые он сюда приехал снимать репортаж, когда открывали мемориальную доску выпускнику, этой школы участнику СВО Аслану Динаеву. И в тот же вечер Артур посвятил ему стихотворение. То, что происходило во время этого мероприятия, оно немножко меня задело, заживое. Я видел его супругу, которая с поникшенным лицом стояла. Его родственников, ребенка маленького, который не понимающий, для него это все игра. И вот все, что происходило, оно просто... Ну и та же доска памяти, где он как раз и смотрит с высока неподвижно вдаль. То есть вот это все как бы и сподвигло написать. Мы под ноги все же дождались. Только я чуть не сдюжил. Жаль. Сорвалась водопадом вниз. Безутешна твоя печаль. Я иначе под ним не мог. Не оставил людей, ребят. Нет в победе иных дорог. Жизнь отдать братца брата рад. Много лет Артур Мыхце работал на телевидении в Москве. Вопросов у активистов движения первых к поэту и журналисту было много. Где вы пишете свои стихи? На портале стихи.ру есть. Я просто стараюсь там, например, подбираю какую-нибудь картиночку соответствующей тематике и размещаю там. Поэтому я о чем говорю, что у меня нет желания, стремления, вернее, популяризировать свое творчество. Книг не выпускаю, потому что я уже сказал. В принципе, считаю, что сейчас плюс в век информационных технологий много можно найти в интернете. Что вас побудило, так скажем, заниматься вот этим вот творчеством? Выразить свои эмоции необычным способом, там, может, какой-то девушке, либо какому-то событию. Это, собственно, и побудило сначала. Воспроизвожу у себя в голове какие-то события, которые либо могли быть, либо были в прошлом. И вот, собственно, так пишу. А начинал, собственно, с того, что романтика, с этого многие начинают. Погли ли вы заработать в своем хобби? И сколько? Кому-то интересны, мне уже этого достаточно. А поэтому зарабатывать, допустим, на своем хобби, ну, я не пытался. Знаю, что можно, но для меня главное, как бы, вот, самовыражение. И если, еще раз говорю, кому-то мои строчки чуть-чуть хотя бы делают легче, может, понятнее там какие-то, выразить свои эмоции, мысли. Поэтому, еще раз говорю, для меня хобби – это просто хобби, на котором я не зарабатываю. Я журналист, а если скажешь, что я, допустим, плохой поэт, мне, честно, я совершенно не обижусь. Скажет плохой журналист, пусть докажет, почему. Майская школа. Какой ваш самый любимый стих? Сказать, что там одно более любимое, одно менее любимое. Я не могу. Просто стихи, они, ну, есть и есть. Есть стихи, которые я считаю удачными, есть, которые я считаю, ну, менее удачными. Ну, если когда четко попадает все, ну, как бы, то, что я хотел выразить. А так, скажем, одно я прочитал, если надо, могу еще какое-нибудь прочитать. Воссоздам, отворили твою бесконечность. Четче контуры, чувствами дышат глаза. Отражение пленникам стану навечно. Задвижениями кисти успешно скользят. Манят образа робость в рисованном свете. И от влаги волос непоклонная прядь. Приручен, кто за тех, мы должны лить в ответе. Под себя не пытаясь, мы что-то менять. И пусть снова ветра перемен вдохновляет на создание полотика. Берем, кто знает, кто там. На холсте мой песни спитает. Вверх в силу искусства. В твоих чудесах. Скажут скептики, в этом обществе стать диковинным моветон. Не должно быть различий множеств чередующихся персон. Уникальность сменяют схожестью, добавляют ряд общих черт. Обзаводятся толстокожестью и графой в резюме. Эксперт. Диссонируешь ты с банальностью, внутрь сомнения не впускай. И особенной будь тональностью, фальши в помыслах избегай. Пусть считает толпа чудачеством нежелание терять лица. Своего не стесняйся качества. Во что веришь, стой до конца. Презенты получили школьники за лучшие вопросы. А в завершении встречи ребята взяли автограф у Артура Керимовича. Посмотрели и музей памяти. 11 яблонь посадили во дворе школы поселка Майский. Участники встречи вместе с Артуром Хце и мамой Аслана Динаева Людмилой Анатольевной. Алла Динаева, Ренат Муков, Вести, Крачево-Черкесия, Майский. Субтитры создавал DimaTorzok